Вон, видно, небольшая лавина сошла. Голова мутная, начинаются спитники. Высота 4 600. Голова мутная, начинаются спитники. Время половины седьмого утра, в воскресенье, мы выходим из деревни Брака, она же Брака, на высокогорное озеро Кичо Тал, она же Айс Лейк, оно же Ледовое озеро. Идти мы будем туда охренеть как долго. Просто нужно набрать 1100 метров высоты. А озеро, по идее, находится на той же высоте, что и скалы Пастухова на Эльбрусе. Я уже говорил, да, 4 600 метров. Как выяснилось, на улице вообще прям капитальный минус, потому что он блюд прям вообще прям дубовый. Но мы в пуховиках. Маршрут к Ледовому озеру, это один из нескольких радиальных маршрутов трека Кольца Анна Пурна. Некоторые в них не ходят, но это очень рекомендуется сделать для акклиматизации. Но акклиматизация акклиматизации, но именно эта радиалка и радиалка к озеру Телечо являются одними из самых красивых трекинговых дней этого маршрута. Я крайне не рекомендую их пропускать. Солнце стало уже довольно-таки высоко. Слепит прямо в глаза. В очках четвертой категории защиты. Впереди вообще чего не видно. Только под ноги вот смотрю. Продолжение следует... Мы прошли где-то половину И продалили рубеж 4 тысячи метров над уровнем моря. Вон, деревня Брака. Предполагаю, что вон тот пик, это пик Телечо. Ну и сварга Твара отсюда тоже видно. Воздух разряжен. Или разрежен. Не важно. Нет его вообще. Нет воздуха. Там еще вон видно Мананг, в который мы попадем завтра. Это самый крупный населенный пункт в этих краях. И вот слева от него озеро Гангапурна. Внизу музыка играет. Непонятно. То ли из монастыря, то ли просто. Кто любит громко слышать музыку. Ну как по утрам? Время-то уже. Время уже 9 почти. Не знаю, видно или нет, из-за солнца. На массиве Анапурна снежные флаги раздувают. Снег ветром с вершин. Очень красиво. А вот там вдалеке еще снежная вершина. Мы так думаем, что это монастыр. Да, кстати, вот порода такая, выветрившаяся, рядом с бракой. Очень напоминает Каппадокию в Турции. А на высоте 4000 метров у Нади начался резкий приступ горной болезни. Началась сильная депрессия. Она просто села и заплакала. Пришлось воспользоваться парой таблеток диокарба, которые, цитирую Надю, шустро купировали желание разбежавшись и прыгнуть со скалы. И мы относительно бодро продолжили подъем. Че как? А? Нет слов? О, смотри, так раздувает. Вон, видно, небольшая лавина сошла. А, кстати, почему-то не слышно было совсем. Да, точно, лавина, видишь, вниз это все стекает. Голова мутная, начинаются тупники, недосадки кислорода. И нас, сколько человек, наверное, 10 обогнали, да, сегодня? И там он еще снизу еще пятеро идет. Ну, ничего, идем, идем потихонечку. А на высоте 4275 метров находится ресторанчик, где можно выпить чайку или перекусить. И до озера здесь остается чуть более 300 метров по вертикали. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Почти дошли. Сейчас вот маленькое озерцо, заболоченное. Почти все высохшее, все высохшее, замерзшее. А нам вон туда. А нам вон туда. А нам вон туда. друзья ну чего мы дошли таки до ледового озера аж за целых пять часов но она того стоило высота 4 600 это как я уже говорил высота скал пастухова на эльбрусе это она держит свой рекорд высоты побила полтора раза предыдущий рекорд это столовая гора около 3000 метров на границе ингушетии и северной осетии в и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Кстати, а вы знали, что слово як обозначает только мужскую особь? Самки именуются не иначе, как наг. А это немного хмыляешься в душе, когда видишь вывески, гласящие о продаже циры яка. Теперь нас ждет долгий утомительный спуск до браки по серпантинной тропинке, убивающей колени в хлам. Думаю, по дороге писать уже вряд ли что будем. Увидимся в деревне. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!